В Софии. В Африке порядка 40 миллионов человек разговаривают на этом языке. Предложений будет не так много, но достаточно для того, чтобы понять некоторые черты этого замечательного языка в Софии и, соответственно, разобраться. Сейчас реклама журнала «Квартика». Реслана Анатольевна Влад, которая 2 года ездила на нашу летнюю школу. Ни-на-ку-пен-да. Ни-на-ку-пен-да. Я тебя люблю. Она-ку-пен-да. Она-ку-пен-да. Он тебя любит. Ни-не-ку-пен-да. Ни-не-ку-пен-да. Я тебя любил. Что? Нет, секунду. Вообще ничего не может казаться, потому что я из 7 предложений написал только 3. Когда условие задачи сформулировано, тогда ее только можно решать. Итак, ни-не-ку-пен-да. Я тебя любил. А-на-ва. А-на-ва-пен-да. А-на-ва-пен-да. Он их любит. Ни-та-ва-пен-да. 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 Я буду их любить. Я буду их любить. У-тан-пен-да. У-тан-пен-да. Ты будешь его любить. Ты будешь его любить. И, наконец, у-мени-пен-да. У-мени-пен-да. Ты меня любил. Ты меня любишь. Переведите на язык в Ахилле следующее русское предложение. Я буду тебя любить. Он их любил. Я его люблю. Он меня любит. Я тебе даусь. Нет, секунду, надо разобраться в структуре этих предложений. Это значит, что, ну, как сказать, вы не можете просто решить одну из этого, либо вы целиком разобрались. Надо понять, что такое «ни», что такое «на», что такое «ку», что такое «пен», что такое «да». Или, может быть, какие-то из этих кусочков нельзя разломать дальше. Да, говорите, говорите, говорите. Я буду тебя любить, как «ни». Вы не поняли. Нужно разобраться с этой задачей. Надо понять, что «что» означает. Да, пожалуйста. Я считаю, что слово «ни» — это «я». Почему? Потому что, к примеру, в следующем этаже «ни» — «а» на «кулпенду», то есть «ни» заменилось на «а». И переводится тебе не «я» тебя люблю, а «он» тебя любит. Да, но там было «люблю», а здесь «любит». «Любит». Это на самом деле инстинкт правый. «Ни» — это «я». Но вы это не доказали. Да, пожалуйста. Я рассказал о «них» любил. Нет, что такое? Я не понимаю. К сожалению. К сожалению, вы не понимаете, что такое решить задачу. Во-первых, пользователь такой журнал, потому что вы, конечно, можете мне зачитать решение из журнала, это все замечательно. Но мне успеет сделать это самостоятельно. Да, пожалуйста. Я употребляюсь в двух словах. Да, в каких? «Ни» на «кулпенда» и «Ни» так. «Вапенда», да? Да. Нет, там «не» сделать, а в две буквы. Так что «есть» для меня, сколько две буквы. Как будто? Ребята, на самом деле, конечно, начинать надо все-таки с этого пенда. Начинать надо с самого простого. Смотрите, здесь везде, во всех этих словах есть пенда. Понимаете? Везде. Кстати, говорить, что это обязательно люблю, ну, наверное, можно. Но, с другой стороны, поскольку это именно везде, то мы не можем это анализировать дальше. То есть, может быть, что в слове пенда есть тоже какие-то бездны суахистского смысла. Понимаете? Может быть, что этот глагол у них состоит из нескольких других глаголов. Все это может быть, но на эту тему мы не можем ничего сказать. Потому что пенда есть везде, и значит, все, что мы можем предположить, что если эту задачу не зря придумали, то наверняка заканчиваться будет все время на пендах. Согласны? Да. Отлично. После этого мы можем сделать очень простую вещь. Везде мысленно пенда стереть. Вы мысленно, а я очень даже настоящую. Просто стираю для того, чтобы это нам не мешало. Потому что пока мы смотрим на эту пенда, мы ничего другого не замечаем. Заметьте, задача сразу стала гораздо понятнее. То есть, итак, не могу. Это я тебя люблю. А нам он тебя любит. НИМЕКУ, я тебя любил. АНАВА, он их любит. НИТАВА, я буду их любить. УТАМ, ты будешь его любить. И УНЕ, что там было? НИПОВОД. НИПОВОД, да? Так, я в журнале посмотрю. УМЕНИ. И так, НИМЕКУ, я тебя любил. АНАВА, он тебя любит. НИМЕКУ, ПЕНДА, я тебя любил. АНАВА, ПЕНДА, он их любит. НИТАВА, ПЕНДА, я буду их любить. УТАМ, ПЕНДА, ты будешь его любить. УМЕН, ПЕНДА, ты НИЯ любил. Так, отлично. Вот теперь нужно разбираться. Да? А КУ, это значит, ТЕБЯ. Потому что остальные, там, где... Я согласен, действительно, там, где есть ТЕБЯ, там, где есть КУ, и наоборот. Хорошо? Хорошо. Значит, вы уже говорили, что НИ, это Я или МЕНЯ, да? Да. Итак, что вы говорите? КУ, это что? Это ТЕБЯ. И ТЕБЯ, отлично. Дальше. Что еще такое же вы скажете? УА, это ИХ. УА? Да, УА. А ведь действительно. То есть здесь есть УА, и здесь есть ИХ. А в других местах... Здорово. Здорово. УА, это ИХ. Дальше. АА, это ОН. Ага. УА. УА, это ОН. Тут, АА, это ОН. Ну, ОНА, тут вообще неизвестно, как у них там женский. Нет, давайте так. Пусть это не ОН, а уж есть у них ОНА или нет, пусть сами отбираются. Задача про это че не сказано. У, это ТЫ. У, это ТЫ. Шо? У, это ТЫ. Дальше. А, ну так. Нам, это МЕНЯ. 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 ЧЕМУ? НИ. НИ, это МЕНЯ. НИ, это МЕНЯ. Мы уже выяснили. А вот МЕНЯ, это как, я понимаю, что это, а МЕНЯ это как прошедшее время дает. Молодец, только не как-то. Это время прошедшее, как боты здесь. Что такое НА? НА, это иногда уже, это как, настоящее время. Молодец, молодец. Это уже полное решение, уже ОНА. Оказывается, в этом языке есть специальное, четкое указание на время. И это делается не так хитро, как в русском, с добавлением всех этих там, либо окончаний, либо слова буду, а при помощи всего лишь двух букв. Смотрите, НА, это что? Какое время? В настоящее время. Пишем. НА, настоящее время. Это настоящее время. Отлично. МЕ. Прошедшее. Прошедшее. ТА, это будущее. ТА? Да, ТА. Это будет будущее. Будущее. Замечайте. А теперь смотрите, как все, как это выглядит. Диктуйте мне. Я. НИ. Дальше. Буду. ТА. Буду, это ТТА. А тебя. Это КУ. Правильно. Ну, ПЕНДА, это будет. Не так, ПЕНДА. Отлично. Он, ИХ. Давайте. А. Нет, ЛЮБИЛ. Нужно прошедшее время не забыть. А, да, да. А, МЕ. МЕ. А, МЕ, УА, ПЕНДА. Что такое ИХ? Это УА. ИХ, это действительно УА. А, МЕ, УА, ПЕНДА. Ну, естественно, ПЕНДА, это что? Э, Н, да? Так, Я, Его. Любые. А, так. А, Я. А, НИ. НИ, НИ, НА, НИ. НА, это потому что это настоящее время, да? Да. Настоящее время. НИ, НА, А, ЕГО. А Вы забыли сказать, что такое Э? М, ЭМ должно быть. Молодец. ЭМ. ЕГО есть вот здесь. Здесь есть ЕГО, а здесь есть буква ЭМ. То есть, все просто. Буква ЭМ. НИ, НА. НИ, НА, ПЕНДА. ПЕДА. НИ, НА, ПЕНДА. Отлично. И последнее. А. А. Именно А. А. Именно А. Вы уже потихонечку учитесь в Ахильский. Дальше. А, НА. В прошедшее время. Чего? Потому что любит... А, НИ, Настоящее. Да. Любит настоящее. Что? А. НА. А, НА, НИ, ПЕНДА. А НА, НИ, ПЕНДА. А НА, НИ, ПЕНДА. Спасибо большое.